На Радоницу митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор совершил божественную литургию в Краснодарском храме Всех Святых на Всехсвятском кладбище. Среди похороненных здесь есть новомученики и исповедники Церкви Русской, для которых действительно смерти нет, а есть вечная пасхальная радость. С утра владыку ожидали верующие казачество. После торжественной встречи в Церкви началась служба, молитвенная и умиротворенная. Радоница – традиция только Русской Православной Церкви. Согласно церковным канонам, поминовение усопших не совершается в Пасху и в течение всей Светлой Седмицы. Начиная с Фомяной недели, молитвы об ушедших в иной мир возобновляются. В Русской Церкви это принято делать торжественно, и очень многие приходят помолиться о тех своих родных и близких, которых уже нет рядом. Ведь церковное поминовение – это не дань памяти. Это живая, обращенная к Богу молитва о том, чтобы Господь покрыл своей бесконечной милостью какие-то ошибки и промахи, допущенные нашими близкими при жизни, и ввел их в жизнь, исполненную вечной радости. Радоница ведь и происходит от слова «радость». Храм Всех Святых возверен, как мы уже говорили, на Всесвятском кладбище. Эти могилы сегодня больше похожи на джунгли, могилы наших предков. Это кладбище является продолжением Фомина, самого первого погоста в Екатеринодаре. Здесь похоронено более миллиона человек, среди которых много государственных, политических и общественных деятелей 19-го, первой половины 20-го веков, сыгравших немаловажную роль в судьбе не только столицы Кубани, но и всей страны. А еще это кладбище называют Кубанской Голгофой, поскольку здесь захоронено бесчисленное множество исповедников православной веры, замученных, расстрелянных в годы большевистского террора. На могилку одного из таких исповедников и направился кубанский архипастырь после окончания литургии. С пасхальными песнопениями подошли к часовенке, где покоится один из кубанских архиереев, управлявший кубанской кафедрой в 30-е годы прошлого века, замученный и оклеветанный епископ Памфил. Именно здесь владыка-митрополит отслужил панихиду. Здесь же его высокопреосвященство обратился к верующим с теплыми, назидательными словами о Радонице, о важности поминовения усопших и творения за них милостыни. Когда мы приставимся, мы скончаемся, то эта милостыня, которую мы творили людям в честь усопших наших родных, она будет вместе с нами и будет нам помогать пройти митарство и наследовать жизнь вечную. После уже в храме владыка еще раз поздравил всех с величайшим праздником Пасхи Господней. Бои Сеновский! Бои Сеновский! А настоятель храма всех святых архимандрит Трифон выразил надежду на то, что молитвы кубанского архипастыря в этот день несомненно послужат всем усопшим жизнью вечную. Что вы тут вот грею? Да, есть, да, есть, да, есть, да, есть, да, есть, да, есть, да, благодарю.